Добрый вечер, дамы и господа, это Финам ФМ, ежедневная программа «Реальное время». Меня зовут Юрий Пронько. Сегодня тема нашей программы – президентство Дмитрия Медведева. Будет ли продолжение «Вопросительный знак»? Пока «Вопросительный знак». Возможно, в ближайшее время, а может быть и не в ближайшее время, вместо «Вопросительного» будет уже стоять и утвердительный знак. Посмотрим. Все зависит от непосредственно Дмитрия Анатольевича. Сегодня я пригласил к себе в программу Игоря Юргенса, председателя правления Института современного развития, вице-президента РСПП. Игорь Юрьевич, добрый вечер. Добрый вечер. Я напомню, средства коммуникации для вас, уважаемые слушатели. Программа, как всегда, без купюр, без цензуры. Вы можете задавать вопросы, вы можете высказывать свои мнения. Но не забывайте, с другой стороны, что действует закон о президенте Российской Федерации. Ваши высказывания могут подпадать под ту или иную статью. Я не угрожаю, да, я просто предупреждаю и напоминаю. Поэтому телефон многоканальный 65 10 99 6, код Москва 495, он к вашим услугам. Наш сайт в интернете финам.фм для ваших писем, где уже сейчас вы можете нас не только слушать, но и видеть, потому как на интернет-портале радиостанции идет прямая веб-трансляция. Слушайте, высказывайтесь, задавайте вопросы. Игорь Юрьевич, у нас времени очень мало, на самом деле, да, в эфире. По нулям мы должны закончить сегодняшнюю программу. Скажите мне, пожалуйста, насколько вероятно, что Дмитрий Анатольевич возглавит на этих парламентских выборах партийный список Единой России? Именно на этой неделе из нескольких, скажем так, источников, официальных и неофициальных, стала просачиваться информация, что в субботу будет президенту сделано предложение, от которого он навряд ли откажется. И даже появилась такая подробность, что первая позиция за Дмитрием Медведевым, вторым в списке Единой России будет Владимир Путин, ну а третьего не дано, все остальные несколько иного калибра. Что скажете? Я думаю, что он согласится в том случае, если Единая Россия и ее лидер приняли для себя решение выдвинуть Медведева к кандидатам в президенты Российской Федерации. Ни в каком другом случае такого согласия я бы не давал, потому что абсолютно явно парламентарием Дмитрий Анатольевич становиться не собирается. Хорошо, продолжу актуализировать наш разговор. В медиаресурсах, особенно в интернете, было очень много материалов, касаемых правого дела. И я не знаю, с чем это связано. Многие высказывались о том, что за вот этим новым проектом, ну теперь уже старым проектом, да, проектом Михаила Прохорова-правое дело стоит именно Дмитрий Анатольевич. Что это такая для него будет площадка, что он пытается найти свою нишу, своего избирателя, закрепить за собой. Ну и всем известны те события, свидетелями которых мы все стали, да. При этом господин Прохоров обвинил одного из сотрудников администрации президента, высокопоставленных сотрудников, вот в том, что произошло. Реакции Дмитрия Анатольевича к этой минуте пока нет. Будет ли, я не знаю. Игорь Юрьевич, по вашему мнению, правое дело было интересным проектом для Медведева? Это консенсусный проект для всех, для нас. Но для тех, кто анализирует и предлагает власти, наконец, восполнить тот пробел, который в нашем политическом поле существует с того момента, как СПС перестало выигрывать что-либо. Потому что СПС, правое дело, Прохоров, Бофт, Гозман, неважно кто, представительство предпринимательского класса, интеллектуалов, людей либеральных профессий, среднего класса, оно должно быть. Как его структурировать, над этим ломали голову. Были проекты, которые создавались в Кремле, создавались вне Кремля. Короче говоря, это была задумка, которую, я абсолютно уверен, разделял Путин, Медведев и все остальные люди, которые занимаются внутренней политикой. То есть для желания мира Путин? Абсолютно точно, Владимир Путин тоже, безусловно, внутри согласен с тем, что только на туловище и левом крыле к птице не летают. Им нужно правое крыло в том числе. Поэтому проект, повторяю, консенсусный. Искали лидера, искали движущие силы. Так долго искали, что заставили работать талантливого человека Прохорова в диком цейтноте. А дальше я не буду разбираться, потому что когда-то был близок к правому делу, был членом высшего совета вместе с Чубайсом и рядом других людей. И знаю изнутри, в чем дело, как это все провалилось. То есть, повторяю, это исключительно цейтнот времени, а дальше организованные помехи. Помехи организованы потому, что Прохоров и те люди, которые дали ему добро, безусловно, покусились на чьи-то 7%. Это как минимум. 7% просто так на дороге не валяется. У некоторых из конкурентов и тех, кто собирался быть в проекте, это цель жизни, это немалый заработок, это серьезные показатели. Вот в цейтноте такого рода гамбит был проигран. Скажите, вот вы все-таки, ну я не знаю, как часто, но встречаетесь... Я хотел подчеркнуть одну мысль, да, что безусловно, безусловно, не надо думать о медведе, как о каком-то политическом новичке. Никогда он не думал о том, что вот эти вот эвентуальных 5-7% будет его платформой. Он, безусловно, разделяет некоторые из убеждений людей, которые работают вот в этой нише, да, и людей, которые хотели бы иметь, так сказать, такого рода партию, принципы такой партии. Он, значит, безусловно, человек развитый и дал бы, так сказать, и свое благоволение, и свою поддержку. Так как он что, давал? Ну, а? Давал, вот президент. Я уже встречался неоднократно и с потенциальным, так сказать, коллективным членом такой партии, Российским Союзом промышленных предпринимателей, с деловой Россией, с опорой, с организациями бизнеса, с ассоциациями юристов. То есть президент вел консультации постоянно? Не по поводу партии, а по поводу настроения этой группы людей, которой, безусловно, нужно парламентское представительство, понимаете? Потому что все планы модернизации, они связаны в том числе с тем, чтобы заработал малый, крупный и средний бизнес. Чтобы он заработал, нужно парламентское представительство, потому что законодательная работа — это часть вот такой модернизационной работы. Сейчас представительства бизнеса в парламенте нет, а при тактике так называемых нулевых чтений, то есть кто что решил, то после этого просто с парламентом-то, в общем говоря, они консультируются, консультируются там со спикером, это невозможно, это не модернизация, это не законодательная работа. В этом смысле, да, он знает, что люди ожидали от этого проекта, но те технологи, которыми занимались, затянули так невозможно, что возникает подозрение, что это в принципе саботаж. Если вы помните, Медведев принял так называемую программу «Десяти шагов» по постепенной эволюционной модернизации политической системы. Он подписал указ о том, что если вы не набираете 7%, вы все равно будете иметь парламентское представительство. Он облегчил многие другие процедуры. Цель — расширить общее представительство и палитру красок в Думе. Кто-то включил большой тормоз и просто саботирует, потому что по последним опросам, вы, наверное, знаете, что 43% — Единая Россия, там где-то 15-20% у коммунистов, где-то 11% у ЛДПР, и все. Вместо того, чтобы расширить, у «Справедливой» ничего нет, у «Патриотов» ничего нет, «Правая» провалена, «Яблоко» — ну, вы знаете, да, так сказать, это наша общая боль. — Игорь Юргинс, «Реальное время. Финам. ФМ». Вопросы на финам. ФМ. Звонки на 6510-99, 6, Куртманск, 495. Президент Дмитрия Медведева. Будет ли продолжение? Но пока мы с Игорем Юрьевичем говорим о, скажем так, актуальных темах, которые будируются в медиапространстве, да и в курилках, на кухнях и везде, да, точно не на государственном телевидении, не в государственных медиа. Игорь Юрьевич, два провокационных вопроса. Первый вопрос. Значит, вот после произошедшего с правым делом я услышал такие разговоры, что санкцию на уничтожение вот этого проекта в том виде, как он предполагался с Михаилом Прохоровым дал президенту. Как вы считаете? — Не верю. — То есть вы отвергаете? — Я не верю, да. Никакой санкции на уничтожение. Вы понимаете, даже если бы Медведев был абсолютно не расположен, если бы была враждебной ему партией, какой она не являлась, да? Как говорится, рукописи не горят. Вы действительно думаете, что такой умный человек и юрист, как Медведев, мог кому-нибудь давать такую санкцию с тем, чтобы через 3-5 лет этот некто в своих мемуарах все вот это писал, эта вся грязь? — А может быть и раньше. — А может и раньше. Нет-нет, это категорически отвергаю. — Но якобы Прохоров нарушил некие договоренности, существовавшие с Кремлем. — Слушайте, давайте так. Если по-большому, то контроль Кремля за списками предвыборными партий — это грубейшее нарушение демократии, всех принципов, на которых вообще в принципе должна строиться система, и она якобы строится, да? Понимаете? Потому что зачем это ненавидимое, кстати сказать, русофилами слово «праймарис» — кстати, в самом народном из фронтов, то есть предвыборы. Зачем все вот эти игры в демократии, если кто-то в Кремле какой-то не самой важной, не самой давлеющей партии будет диктовать, кого ставить? — Вся история с Ройзмановским, там, неснятой судимостью, для меня это, конечно, чушь собачья, потому что вы сами понимаете, что и в правящей нашей партии, там, коллег, у которых не все было в порядке с законом, не буду продолжать эту тему. Короче говоря, я отвергаю то, что это был Медведев, который, так сказать, якобы дал какие-то в этом смысле указания, и восстаю против самого принципа контроля списков, это избиратель должен сказать. Вы потом можете, значит, как люди, наблюдающие за процессом, сказать, какое безобразие в этом списке есть, избиратель разберется. И мне казалось бы, я был в Екатеринбурге, что избиратель этого региона как раз по поводу этого человека, несмотря на всю противоречивость там города без наркотиков, высказался бы довольно позитивно. И тем не менее, Михаил Прохоров, чтобы завершить эту же тему, высказался, что он сделает все, чтобы снять занимаемые должности первого заместителя руководителя президентской администрации Владислава Суркова. Фактически он его назвал кукловодом, но это всем все известно. И попросил встречу у президента и у премьера. По мнению Прохорова, и Дмитрий Медведев, и Владимир Путин дезинформированы. Они не обладают реальной информацией. Тут у меня, конечно, волосы встали дыбом, потому что представить, что глава государства или премьер находится в неком изоляционном таком круге, ну это очень опасная ситуация. Игорь Юрьевич, по вашему мнению, А. Медведев встретится с Прохоровым? Б. Насколько обоснованы претензии Прохорова и его высказывания в адрес все-таки одного из таких крупных чиновников президентской, подчеркиваю, администрации? А. Медведев, ответ на первую часть. Встретится ли президент с Прохоровым? Я бы встретился, но я не могу, безусловно, отражать мнение или выступать от имени президента. Это должна делать его соответствующая служба. Не знаю, не графика, но в принципе, да, я бы встретился с Прохоровым, чтобы до конца понять из его уст, в чем, так сказать, тут была проблема. Что касается всего остального, ну, претензий к внутренней политике и к тому, как она конструируется, довольно много у всех. Не буду комментировать личности, это не мой вопрос, я, наверное, многого не знаю, но что-то тут не ладится. И я тогда вернулся бы к нашему предыдущему вопросу. Я, в принципе, категорически против того, чтобы кто-то контролировал избирательный процесс вот в таких мелочах. У нас есть Конституция, у нас есть закон о выборах, у нас есть центральный избирком, хватит. А вот эти все политтехнологии, пока они оканчиваются скандалом, они оканчиваются дикой апатией, на самом деле, людей, которых, наоборот, надо вытягивать вроде бы на выборы. Вот мой ответ на ваш вопрос. Игорь Юргенс, «Реальное время», «Финам.ФМ». Игорь Юрьевич, ну, ни для кого не секрет, есть один сакраментальный вопрос, ответ на который Россия, я бы сказал, уже устала ждать. Последний раз, когда была возможность задать президенту на его пресс-конференции, этот вопрос задали, президент ушел от ответа. То есть он сказал, коллеги журналисты, наше решение с господином Путиным вас порадует. Вот я, знаете, зацепился за это слово, нас порадует. То есть, вот смотрите, если идет Медведев, ну, уж простите за такое утилитарное отношение, да и циничное, то, в общем-то, ну, нормальное явление он идет, да. Идет Путин, то же самое. Ну, это нам не может понравиться, то есть это предсказуемо. Как вы думаете, что под словом «понравится» имел в виду глава государства? Что и более прямой вопрос, что его останавливает сегодня или завтра или вчера? Сделать заявление. Я иду на выборы. Я молодой, амбициозный. У меня есть, что предложить стране. Я готов за это отвечать. Я думаю, не что, а кто. Нам это все понятно. У нас есть старший товарищ в тандеме и есть молодой, растущий президент, окрыленный, окормленный, путевку в жизнь получивший от предыдущего президента. Тут мне даже, тут и добавить нечего. Если вы помните всю историю, вот те настоящие предвыборы, которые у нас были в седьмом году, были организованы довольно открыто. Перед нами была альтернатива, которую, собственно говоря, не мог никто другой санкционировать, кроме как президент Путин. Сергей Борисович Иванов и Дмитрий Анатольевич Медведев. Каждые получили прайм-тайм, каждый получили абсолютно одинаковое время на первом, втором, третьем, четвертом каналах, абсолютно одинаковые поездки по стране, ну, каждый, естественно, в своих, так сказать, каких-то интересах, получили по национальному проекту, один там ГЛОНАСС, другой национальные проекты в области там жилья, здравоохранения и сельского хозяйства и образования. И мы имели возможность высказываться. Я могу вам сказать, что ко мне приходили старые, опытные бойцы экспертного аналитического сообщества и предприниматели, и говорили, когда я согласился пойти в аналитический центр, обрабатывавший национальные проекты в интересах Медведева. Ты делаешь большую ошибку. Страна полицейская, страна военная, страна со своими традициями. Конечно, это будет Сергей Борисович Иванов. Но я отвечал, что я сделал свой выбор, буду делать то, что я буду делать, и думаю, что стране было бы лучше, если бы был выбран Медведев. Ничего не имея против Иванова, который тоже очень хорошо знаю, очень достойный человек, но просто это представитель определенной группы, которая всегда выступала за консерватизм. А консерватизм в ту эпоху, да и сейчас, я считаю, что является застойным, не здоровым консерватизмом, скажем, каких-то этапов смены власти в Великобритании или во Франции, а застойным стабилизирующим моментом, который стабилизирует в том числе и все плохое. А вот в этом молодом человеке, который представлял другую группу интересов и другую коалицию, я видел некое будущее. Повторяю, у меня крутили у моего виска и у своего, глядя на меня честными глазами, ну, 70-80% тех людей, которых я очень уважаю, которые очень известные лидеры общественного мнения, которые... Ты, Игорь, ошибаешься, ты будешь в провале. Значит, когда все это состоялось, ну, было легкое замешательство и потом довольно, так сказать, длинное восстановление отношений. Сейчас я нахожусь в таком же состоянии и могу сказать то же самое. Ко мне приходят те же люди и говорят, что, ну, ладно, романтик наш, ты увидишь результат. С абсолютной уверенностью в том, что Владимир Владимирович Путин в какой-то момент скажет, Дмитрий, выборы показали, что я, как лидер партии, контролирую парламент и, в общем, народ показал, что он... Меня поддерживает. Да, меня поддерживает. Поэтому я тебе предлагаю ряд вариантов твоей будущей карьеры, но я возвращаюсь на пост президента. Я в это не верю. Я верю в рационализм Путина. Я верю в то, что этот человек понимает, что так называемая усталость от лица, которая свойственна всем народам мира, будь то Африка, Азия, а уж тем более Европу, к которой мы себя относим, она говорит о том, что нельзя быть 12 лет у руля, а потом и вернуться, и еще раз быть 12 лет у руля. 24 года у руля современной державы, это верный путь вот туда, где, значит, на Северной Африке отрабатываются там новые варианты твиттеров, фейсбуков и так далее. Того, что они называют теперь, какую же там апельсиновую революцию, мандариновую революцию и так далее. Поэтому я абсолютно уверен в рационализме, понимании ситуации, своих сил, отношении к нам и внутри, среди интеллигенции, либералов, недобитых и так далее, и снаружи. И я считаю, что будет принято решение по дальнейшей модернизации страны, где у Медведева будет лидирующая роль, где у Путина будет очень серьезная, стабилизирующая роль в том формате, в котором он, безусловно, заслуживает, в том формате, в котором ему будет оказана поддержка и как лидеру партии и так далее и тому подобное. Вот мой взгляд. Давайте посмотрим, что произойдет. Но смотрите, получается, что в этой системе координат, если уж называть вещи своими именами, как вы сказали, Путин старший, товарищ, да? Медведев младший. Это общее мнение и создавшееся, и созданное. Но я хочу вам сказать, что... И вы его разделяете, Игорь Ильич. Я вам хочу сказать следующее. Я был склонен его разделять, потому что группы поддержки Владимира Владимировича, они более влиятельные, они более мощные. Это военно-промышленный комплекс, службы безопасности, часть, наверное, армии, хотя уже не вся, потому что реформа, которая происходит, она во многом задуманная и осуществляется, в том числе и Медведем, и так далее. Нефтяной, газовый комплекс, в конце концов, сельскохозпроизводители. То есть это очень влиятельные группы, которые, безусловно, могут сформулировать и свой запрос, и реализовать свои планы. Но вот в последнее время меня приглашают довольно часто вот на такие встречи, как мы сегодня проводим с вами, и включают радиослушатели. Я услышал в несколько раз очень интересную, так сказать, сентенцию от многих людей разных поколений и разных профессий. Да объяви он даже в январе, что он хочет быть президентом, твой кандидат Медведев. Мы мобилизуемся, и ты увидишь, что это не сделанное дело. Одно дело влияние и возможность продавить, а другое дело голоса. Понимаете, это меня очень интересует. Я разговаривал с социологами. Могу сказать, что 39-40% населения страшно удовлетворено вообще комбинацией тандем. Вот если так продлиться и хорошо, это 40% уже, да? Процентов 15, говорят, нет только Путин. И процентов 15, говорят, нет только Медведев. А дальше борьба идей. И вы знаете, если это будет объявлено как хотя бы конкурентная история, то мне кажется, что Медведев просто может выиграть, если мы его сторонники будем правильно вести кампанию, условно говоря, да? А если это будет объявлено как консенсусное решение обоих, то есть Владимир Владимирович занимается всем, чем захочет заниматься, ну, по представлению президента, а президент будет президентом, и не будет, так сказать, никакой конкуренции от партии, основной партии будет выдвинут Медведев. То никакого ни разочарования, никакого сопротивления со стороны народа такое решение не найдет. Поэтому я не вижу, почему... То есть вы рассчитываете, а, с одной стороны, на прагматизм Путина, с другой стороны, на поддержку тех, кто вот ожидает перемен. Я, наверное, несколько путанно говорил следующее. Если бы это были абсолютно классические демократические выборы, шансы Медведева очень хороши. В связи с тем, что мы не являемся страной классической демократии, я очень рассчитываю на рационализм и дальнозоркость Путина, да. Как вы думаете, когда это может произойти все-таки объявление? Вы знаете, я в... Говорят, что они на самом деле, простите, Игорь Ильич, о том, что они якобы в августе, вот когда они там рыбачили, да, известная рыбалка Медведева и Путина, на самом деле обо всем договорились. Вот из этого и пошли слухи о том, что в субботу, да, будет объявлено, что Медведев возглавляет список «Единая Россия», что, в общем-то, Владимир Путин согласился ему уступить. Значит, судьба Путина, ну здесь, знаете, вариации абсолютно разные от того, что он уходит в Государственную Думу и делает из парламента нечто большее, нежели то, что сейчас представляет из себя Госдума, либо он остается на посту премьер-министра, но тут, понимаете, новая интрига с Кудрином появилась, значит, вот уже представляют президент Медведев премьер Кудрин или президент Путин премьер Кудрин, но, понимаете, один из членов тандема как-то выпадает сразу, да, то есть, либо так, либо так, вот это моделирование, на самом деле, оно, по-моему, общество уже достало. Вот по вашему мнению, насколько есть вероятность того, что они, на самом деле, уже договорились, но в силу какой-то интриги, я не знаю, в силу какой-то причины, может быть, парламентских выборов, да, они вот... Первое, я думаю, что договорились, да, потому что и один, и другой довольно основательные системные люди, и, знаете, вот импровизации последней минуты, я... Это не для них. Я себя не представляю. Значит, на первый вопрос отвечаю положительно, да, договорились. На второй, почему вот так происходит, как происходит. А давайте я вас верну к истории с правым делом. В тот момент, когда, как кажется Владимир Владимирович, в большей степени, чем Дмитрий Анатольевич, он объявляет о том, что все, это Дмитрий Анатольевич. Вот те силы влиятельные, которые очень, очень... Интересы которых будут сильно затронуты, если Владимир Владимирович не идет, не становится президентом, становится кем-то менее значимым, угроза позициям, состояниям, будущему, даже, может быть, каким-то преследованием возрастает для этих людей многократно. Именно поэтому с такой скоростью многие из них, просидев по 20-30 лет на соответствующих местах, побежали в народный фронт, потому что других альтернатив сохранить себя нет. Так вот, объявляется немножко раньше, чем надо было бы. Все бросаются в другой подъезд, вылизывать соответствующие места, чтобы остаться. Происходит провал и пролапс в бюрократической машине, даже с точки зрения управляемости. И начинаются так называемые спецоперации по компромату, шантажу и так далее, которые невозможно Медведев, невозможно Путин при всем контроле за верхушкой спецслужб не смогут сконтролировать. Вы что думаете, операция... То есть, это лавинообразно все будет. Операция с правым делом, два щелчка осуществленные, вы думаете, это, так сказать, спонтанное движение демократической партии? Вы вспомните ролик Богданова в 2004 году, вам многое станет понятно. Вот такие спонтанные операции осуществлялись бы вне контроля даже таких влиятельнейших людей, как Путин и Медведев. Я думаю, вот так они себе объясняют, почему это надо сделать вовремя, осуществив все подстраховочные, так сказать, элементы. Для меня это не объяснение, потому что мне казалось бы, что прямой путь, он прямой путь, а путь зигзагов и контролирования всего и вся, он вроде бы как уходит и проходит. Уже за 20 лет цивилизационного процесса, который мы проходим, уже есть и устойчивые коммунисты, и левые, и устойчивые, там, скажем, профсоюзы, и создающиеся правые, там, да. То есть, есть те оселки, плюс молодежь, что уже у нас не дебилы какие-то, которые вышли там, я не знаю, без знания всего того, в каком среде они живут. А у них есть позиция, я преподаю в высшей школе экономики, изумительная молодежь. Мы, конечно, не обижаемся, но на самом деле очень хорошие, умные ребята, которые, безусловно, отходить надо от ручного управления. Но боязно. И иногда надо быть аккуратным. Тут я не могу не согласиться с целым рядом доводов, которые сам же и привел. Ну, я хочу тогда все-таки вернуться к одному из ваших тезисов. Напомню слушателям сегодня в реальном времени на Финам ФМ Игорь Юргенц, председатель правления Института современного развития. Очень часто в интернете можно услышать мнение, что это институт, такой мозговой центр, да, президента Медведева. Не надо преувеличивать наши близости. Игорь, я помню ваше высказание при первой нашей встрече, но тем не менее, да, я процитировал то, что я часто вижу в интернете. Все-таки, то есть, получается, есть силы, которые, с одной стороны, как вы сказали, готовы там вылезать все места, но, с другой стороны, если они почувствуют возрастание рисков, они готовы пойти на некие действия, дестабилизирующие ситуацию в стране, и ни Медведев, ни Путин не смогут совладать с ситуацией. Это крайний случай, но я могу сказать, что после снятия с должности Лужкова и снятия с должностей около 200 генералов, я знаю, я знаю, что начало происходить в некоторых группах. И это довольно опасное явление. Эти люди могут консолидироваться, у них много денег, у них много погон, у них много влияния, они, безусловно, не готовы сдавать позиции просто так. Для них модернизация, транспарентность, открытость, конкуренция. Почему с ВТО так борются некоторые группы здесь? Да потому что надо будет открывать счета, такие, которые открывать совсем не хочется. Понимаете? Очень просто. Это никакой неконкурентный отечественного производителя. Этим прикрываются. Надо будет делать нечто, что будет известно всему миру и международным аудиторам и всему остальному. Чего делать страшно не хочется. Вот и все. Поэтому эти люди, да, они имеют возможность. Они начали работать. Я вас уверяю, что есть ресурсы и в интернете, безусловно, и вне интернета, к сожалению, где суммы заряженные антимодернизационные внушают... То есть для них это риск. Риск потерять все. Это абсолютный риск. И это персонифицировано с именем Медведева. Именно поэтому они зацепились за эту стабилизацию или стабильность, как некоторые из них, как за последнюю соломинку. Игорь Юргинс у нас сегодня в гостях в реальном времени. Для ваших писем я их вижу. Их очень много. Тем не менее, напомню, сайт финам.фм. Там идет веб-трансляция. И 65 10 99 6. Код Москвы 495. Номер на канального телефона. Но все-таки на правах автора ведущего программы еще задам два вопроса. Первый вопрос касается коррупции. Той политики, которую объявил... Борьбы с коррупцией, которую объявил президент Медведев. Игорь Юрьевич, как бы помягче-то выразиться. Мало результатов. Я все прекрасно понимаю. Это самое мягкое, что можно было сказать по этому поводу. Я могу сказать, что много результатов будет в двух случаях. Первый, китайский. Расстрел за коррупцию на площади. Нет такого консенсуса. И нет такого желания. Ни у коррупционеров, ни даже вот у нас. Потому что, строго говоря, даже мы, дающие невольные взятки ДПСникам, мы тоже в этом помешаны. Поэтому это длительный процесс. Тогда, значит, отрицаем быстрый процесс сталинского типа. Переходим ко второму. А второй сложный. Конкурентность партий, открытость СМИ, сила гражданского общества. Это вот как минимум нулевая толерантность к коррупции. Это вот минимум три первых надо осуществить. Потому что без того, чтобы одна партия сливала на другую и на своих ставленников информацию о коррупции, борьбы не будет. Постоянной. Без того, чтобы СМИ были свободны и не подхватывали информацию, мы об этом не будем узнавать. И без того, чтобы гражданское общество все время не давило и не было арбитром здесь. Потому что эти сливы, они могут быть чисто конкурентные. Я за Норникель, а я за Русал. И я вот буду сливать на одного, на другого. Только гражданское общество и умные люди там могут разобраться. Это что? Это настоящая борьба с коррупцией или это конкурентная борьба? Понимаете? То есть весь мир это проходил. Бразилия, ставшая уже. Кения. Это есть правило. Международная организация, которая называется Transparency International, у нее так и книга, учебник борьбы с коррупцией. Мы не применяем ничего. Почему? Ну, применяем только мелкие, по хвостам бьем. Потому что у нас нет политической конкуренции настоящего типа. Возвращаемся к раннему ответу по правому делу. Почему нет? Потому что у нас суверенная демократия. Управляемая демократия. И мы с этого сойти не можем. Мы боимся. Почему боимся? А вдруг у нас будет оранжевая революция? Какая оранжевая революция? Посмотрите на нашу социологию. Люди спокойны. Люди принимают власть, в общем, нормально. Я вам говорил, 80% никуда не пойдут ни на какую не то же революцию. Голосовать-то их затащи. Они занимаются детьми, они растят семьи и так далее. Вот смотрите, вы не хотите называть имя этого человека, да, который Михаил Прохоров назвал, но цитируйте, его считают идеологом вот этой самой суверенной демократии. Один человек сделал ничего не может. Ответьте мне на вопрос. Хорошо, при Владимире Путине это была система координат. Да, понятно, что Дмитрий Анатольевич получил, ну, что называется, по наследству, да, все, что было. Но прошло 4 года. Почему человек не изменил? Это же собственная администрация, да? Это даже не правительство. Это твое, а не тебе. Ты их работодатель, да? Почему не очистил? Почему не принял кадровых решений? Некоторые принял, некоторые не принял, потому что баланс в тандеме есть, баланс в тандеме, стабилизация, дестабилизация, это сложные вопросы. Я не хочу быть адвокатом дьявола, да, в настоящий момент, и не буду им. Могу только сказать, что или вот у нас осталось месяцев 6 потерпеть, чтобы, так сказать, двинуться куда-то вперед. Или назад. Или будем стабилизироваться до самой площади Тахрир. Еще тогда один вопрос, и переходим к вопросам слушателей, к их комментариям и звонкам. Игорь Ильич, значит, известный скандал с золотыми томографами. Я очень хорошо, вот у меня зрительная память, я очень хорошо помню, ну, мягко говоря, возмущенного Медведева, да? По-моему, его колотило и трясло в этот момент. Когда ребятки там очень хорошо, да, провернули некоторые операции. Я в тот момент, как и публично, и общаясь с разными людьми, высокопоставленными, я говорил, вы мне объясните, министры у нас отвечают за вот эту вертикаль, да, ну, свою, отраслевую там или секторальную? Я говорю, да. Я говорю, почему тогда министр Голикова сидит на месте? Я не утверждаю, что она в чем-то, я ее не подозреваю, да? Но есть цивилизованная процедура. Если в ведомстве или в министерстве происходит вот подобное, то министр на время расследования отстраняется от принятия менеджерских, скажем так, бизнесовым языком, да, решений. Он не лишается золотого поста, то есть он возвращается, если все ок, и освобождается, если не ок, да? Значит, Голикова. У нас ситуация по министру внутренних дел. Ну, слушайте, это же уже анекдот его высказывания. Опять-таки, ничего лишнего, да, господин Нургалиев может быть эффективный министр внутренних дел. Мы же, может, не все знаем, да, но что не высказывание, то просто наповал, и ты не знаешь, как должна это реагировать, да? Оказывается, у нас сейчас уже в новой полиции остались лучшие из лучших. Ну, и так далее, и так далее. То есть можно набирать, 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 набирать. Почему Медведев, я прямо задаю вопрос, не отстраняет этих людей от власти? Потому что не имеет такой санкции от старшего товарища. Это вопрос напрашивающийся. Я произношу его за вас. Я произнес бы это, может быть, намного более деликатно. Но раз уж вы меня из него выдавили, то выдавили. И давайте перейдем к вопросам слушателей. Хорошо. Давайте. 65, 10, 99, 6, 3w.finam.fm Ну, мне вот как человеку, который всегда поддерживал президента Медведева, конечно, печально слышать это. Я хочу вам сказать одно. Это называется по рукам, по ногам. Нет, может быть. А где закон? Вы знаете, если бы это вот был первый такой случай в нашей истории, то я был бы еще более заострен, по сравнению с вами, на решительные действия. Я, как ветеран противостояния Горбачев-Ельцина, могу вам сказать, что можно попробовать. Результат будет тоже. Потеря страны, отпадание больших кусков, немалая кровь, вмешательство извне, которого никто не хочет и так далее. Поэтому, смотря на это, после того, думаешь, ну, давайте еще попробуем между Сциллой и Харибдой, между струй, попробуем рассчитывать на разум. Если наш расчет не удастся, ставлю многоточие, мы с вами переговорим в апреле 2012 года. Добрый вечер, в эфире. Как вас зовут? Алло. Добрый день. Добрый вечер. Меня зовут Василий. Да, Василий. Вот, я хотел спросить, вот, до этого неоднократно, вот, по поводу выборов, вашим гостям высказывалось слово «демократические выборы». У меня мама работает в Управлении социальной защиты населения. Мало того, что они, их всех обязали вступить в партию «Единая Россия», так их еще и просят брать открепительные и голосовать на месте на рабочем, чтобы за правильного кандидата могли поставить. Так вот, напрашивается вопрос к вам и к вашему гостю, о какой демократии можно говорить дальше? — Значит, замечательный вопрос. Сто процентов согласен. Очень просил бы, если вы это сможете сделать, направить через Финам, если мама согласится. Мне просто вот это вот... Я вас заверяю, что лично, с Чуровым, с письмом к президенту, как гаранту Конституции, на базе вот этого примера сделаю все, что смогу. И в любом случае буду вас цитировать. Пока анонимно, но если вы согласитесь, то с маминой фамилией. — Василий, пришлите, свяжитесь с нами там через ресепшн, через коммуникации, да, то есть есть открытая почта, есть закрытая почта радиостанции. Пришлите мне вот эту фактологию, да, и Игорю Юрьевичу я передам, и мы предметно будем освещать тогда этот вопрос. — Да, можно даже без фамилии мамы, но просто, ну, хотя бы понятно, к какому округу привязаться, понимаете? — Да. — Потому что мне в ответ наши чудные избирком скажут, исключено. У меня там стоят, да, у меня там стоят такие электронные системы, при которых и так далее. Я вас очень прошу, если это, конечно, так сказать, будет соответствовать вашему стремлению. — Президентство Дмитрия Медведева. Будет ли продолжение? Игорь Юргенс у нас в московской студии «Финам.фм» 651099.6 и «Финам.фм» наш сайт «Один звонок, одно письмо». Роман пишет, может ли, на ваш взгляд, господин Медведев возглавить какую-либо политическую партию, создать партию под себя? Ну, я просто дополню, то есть, по мнению Романа, речь идет не о единой России, да, а о собственном политическом проекте, вот многие увязывались с правым делом. Или, Игорь Юрьевич, в этом нет необходимости для Медведева? — Я, так же, как я понял, так и вы, надеемся на то, что он выдвинет свою кандидатуру на пост президента. В этом случае, безусловно, не приоритетом для него будет создание партии, надо будет договориться со всеми существующими, в том формате, в котором он их как-то раз принимал и говорил о том, как ввести выборы, как там позиционироваться в парламенте и так далее. — Потому что президент по нашей конституции, он стоит над партийной жизнью и является гарантом конституции для всех россиян. В последующей его жизни, потому что если он сейчас будет избран, когда он уйдет с поста президента, ему будет немножко больше, чуть больше, чем за 50, я бы на его месте, безусловно, это сделал, потому что нам нужен лидер, который был бы консенсусным, ну, если хотите, противовесом нашим уже очень укрепившимся и обросшим ракушечником-центристом. — Добрый вечер, вы в эфире, как вас зовут, Алло? — Алло. — Да, здравствуйте. — Меня зовут Алексей, и мне хотелось бы задать вопрос Игорю Юргенсу. Во-первых, откуда, как он видит вообще, как бы сказать, лидерские начала Медведева, в чем они проявились, каким образом? И второй вопрос, почему он решил, что у нас общество толерантное сейчас, а дальневосточные партизаны, а война на Кавказе — это что? Это мир? Это спокойствие? — Да, спасибо. — Начну с ответа на второй вопрос. Нас 142 миллиона, и эти очень серьезные, тревожные сигналы типа дальневосточных партизан, типа, ну, про террористическую борьбу и на Северном Кавказе — это совершенно отдельная история. И кровоточащая такая рана, да? Но вот из 142 миллионов людей по всей социологии процентов 80 ни к чему, кроме мирной жизни, творческого труда, сознательного, семейного строительства, не предрасположены. Поэтому, когда мы друг друга пугаем вот оранжевыми революциями, дальневосточными партизанами или терроризмом, мы грешим против истины. Насчет лидерских качеств Медведева. Вы знаете, уважаемые радиослушатели, Обама, которому вы, наверное, не отказываете в лидерских качествах, Блэр, Саркази, и я могу перечислять дальше коллег Медведева по восьмерке, очень позавидовали бы такому сроку президентскому, как у него. Выиграть войну, пройти через кризис, сохранить мир, продолжать после кризиса поступательные движения в экономике и многое другое. Я могу приводить массу примеров. Если вы думаете, что наша перезагрузка с американцами, с НАТО, с Польшей, с Норвегией и в этом смысле с другими странами на Западе, сохранение отличных отношений с Китаем, переналадка отношений в СНГ, это ничего не стоит. Вы очень сильно ошибаетесь в том, что такое лидерские качества, как в стране, так и за рубежом. Олег спрашивает, кто конкретно противостоит Медведеву и Путину? Можно ли я назвать фамилии или хотя бы из каких структур эти люди? Это вот зацепка к тому, что вы уже сказали. Приезжайте, Олег, с командой такой лет, человек в 15 хорошо вооруженных людей, сопровождайте меня года два, тогда я, может быть, начну говорить. Сейчас нет. Да, я приблизительно знаю те круги, о которых намекал. Собственно говоря, если вы хотите большого массива, поднимите газету «Коммерсант» пару-тройку лет назад. Один из них, генерал Черкесов, сильный, умный, профессиональный человек, написал блестящую статью. Или рыцари, или мытари. Вот почитайте, вам все станет ясно. Тут никакого секрета нет. Ну, подождите, то есть, получается, вы опасаетесь даже называть фамилии этих людей, Игорь Юрьевич, потому что это опасно? Слушайте, ну, здесь, может быть, элемент драматизма, да, я тоже никого не обвиняю конкретно. Я просто говорю о группах влияния. Когда срослись погоны и большие деньги, это опасно. Когда нам показывают генерала, который отвечает за экономическую безопасность в СНГ, и показывают его особняк, который стоит минимум 25 миллионов долларов, это опасно. Когда нам показывают начальника УВД Домодедова по телевизору, правильно, это мне не показывают, подпольная, да, арестованного за то, что он крышует черную таможню, и показывают его дом, который не снился президенту Обамы и никогда не будет сниться, да, не может просто. Ну, это опасно. Поэтому, что мне дальше ходить? А что мне еще рассказывать? Кому? Идем дальше. Добрый вечер, Алло. Как вас зовут? Алло, здравствуйте, меня зовут Иван. Да, пожалуйста. У меня вопрос такой к Игорю Юрьевичу. А почему вы говорите, что президент Медведев выиграл войну? Вы вообще считаете, что эта война выиграна? Россия, по крайней мере. Мне кажется, Россия куда-то глубоко улетела, а выиграла Южная Абхазия. Спасибо. Россия, безусловно, выиграла, ну, то, что мы называем войной. Вам, наверное, хочется назвать это спецоперат или военной операцией, потому что за три дня армия, которая была готова, оснащена и натренирована, была отброшена. Под выигрышем, нашим национальным выигрышем, я еще имею в виду второй аспект. Безусловно, то, что войсковая наша группа на Кавказе могла раздавить и раздавила эту игрушечную армию Грузии, это не такое большое достижение. Достижение заключалось потом, потому что люди, которые выступали за то, чтобы дойти до Тбилиси и показать им Кузькину мать, это была довольно сильная и влиятельная группа людей. Остановиться вовремя, вступить в переговоры с Сарказией, сделать так, чтобы выйти из этого более-менее достойно. Безусловно, национальные интересы и наши, и абхазов, и осетин соблюдя, но не перейдя каких-то все-таки мыслимых границ, это тоже была очень, так сказать, сложная работа. Я считаю, что Медведев с ней очень хорошо справился. Михаил пишет, я и сам из Москвы, но родственники из Пензы жалуются, что арендодатель заставляет поставить подписи за понятно какую партию, а то не будет сдавать помещение. Куда жаловаться? Мы возмущены. Ну, то есть, понимаете, есть факты? Есть. Я доверяю своим слушателям. Абсолютно. Нет, вы знаете, просто нельзя этих людей заставлять ставить фамилии, потому что дальше, в принципе, хотите, вот, ну, по меньшей мере, инсор в вашем распоряжении с тем, чтобы собрать, проанализировать и передать как Центр-Избирком, так и президенту. Это мы можем сделать. Но одно хочу сказать. Много раз с этим сталкивался еще с Советского Союза. Если нет фамилий, имени, отчества и конкретного предприятия или учреждения, бесполезная история, потому что поступит масса очень ловких, юридически обоснованных ответов, что это все не так. Александр Анатольевич из Красноярска пишет. Доброй ночи. Ну, это вам добрая ночь. А у нас спасибо, что слушаете в это время Финам. Финам. Юрий, будьте любезны, выразите благодарность вашему гостю за его позицию относительно той чуши, которую пришлось наблюдать всем нам по федеральным каналам касательно Прохорова и Ройзмана. Спасибо. Еще раз пишет Анатолий Александрович. Также спросите. Значит, там же на федеральных каналах показали и прозвучали из уст президента слова, чтобы не было среди кандидатов людей с криминальным прошлым. Почему президент говорит такие фразы? Они же у людей с невнятной психикой, я вам цитирую письмо, да, отливаются в граните. Зачем он дал им почву для манипуляции избирателями? Ну, вы знаете, во-первых, можно выдрать из контекста все, что угодно, в том числе и у президента. Во-вторых, закрытая в советский период, подчеркиваю, судимость Ройзмана, но это просто не к этому случаю, я считаю, просто не к этому случаю. В этом случае не рукопожатен становится президент Украины, условно говоря. И там половина нашего директорского корпуса, да и депутатского, добрая такая вообще-то часть. Поэтому, ну, что я могу сказать, активные такие вот заготовки, когда надо кого-то утопить, это вот ровно то, что произошло и ровно почему, я думаю, возвращаясь уже к теме второй раз, Путин и Медведев сберегают нам свое решение до конца. Потому что, как остроумно как-то раз Путин сказал, говорит, то утром буду отмываться после выборов. Да. Вечер добрый, как вас зовут, Али? Добрый вечер, Вадим. Да, Вадим, пожалуйста. Я, знаете, где-то час назад, может быть, чуть больше ехал, не знаю, на какую радиостанцию таксиста слушал. И вот там прошла информация о том, что сейчас якобы готовится конституционная реформа с тем, чтобы сделать нашу систему президентства, ну, такой же представительской функции, как ФРГ, сделать парламентскую республику, и чтобы руководящая, ну, победившая партия или коалиция выдвигали премьер-министром, то есть Путин остался бы на своем месте, не стал бы президентом, а стал бы, так сказать, руководить все равно всем. И вот якобы завтра в каком-то средстве массовой информации на эту тему будет статья. Как он, господин Юрьевич, наступает к такому? Да, спасибо. Статья может появиться. Собственно говоря, Ходорковский поплатился в частности за то, что предлагал начать вот такого рода конституционную реформу с целью превращения России в парламентскую президентскую республику, когда правительство формируется в зависимости от парламентских выборов, выигравшая партия получает мандат на назначение, ну, предложение президенту поста премьера, и дальше, если это коалиционное правительство, соответственно, оно делается во взвесях. Совершенно невозможно сейчас, потому что такого рода конституционная реформа нуждается в квалифицированном большинстве в парламенте. Такой вопрос не то, что не ставится, а даже еще и не разрабатывался. В принципе, наверное, люди могут попробовать это сделать, но это уже в следующий и парламентский, и президентский срок. До 4 декабря технически невозможно провести такую масштабную реформу. Я бы считал, что это вообще-то тянет и на референдум всенародный, потому что изменение формы правления такого рода, оно должно быть обсуждено всенародно. Игорь Ильич, последний мой вопрос. Мы просто завершаем уже, наше время выходит. Дмитрий Медведев вышел из шинели Путина, фактически. Можно сколько угодно обольщаться. Как все мы из Гобриевской шинели, да, это правда. Как вы считаете, он сможет избавиться от этого наследства, от той системы, которая его привела на высшие государственные посты России? Продолжая вашу фразу, он, конечно, и друг, и соратник, и наследник Путина, но из шинели он не выходил. Насколько я знаю, в спецслужбах не служил, и менталитет у него другой. Да, при желании, и в нашей поддержке сможет, но если даже либералы и демократы время от времени позванивают и вам, и мне, и говорят, да, лучше, может быть, Путин все-таки, по теории, чем хуже, тем лучше. Если даже эти люди не то, что не выражают свои поддержки, а не создают никаких коалиций ради будущего, но тогда, конечно, у нас впереди тяжелое время. А в одиночку Дмитрий Анатольевич Медведев, подняв вместе с собой двух-трех соратников, безусловно, такую махину не свернет. Спасибо вам большое. Игорь Юргинс, председатель правления Института современного развития, вице-президент РСПП, был сегодня у нас в реальном времени на Финам-ФМ. Ну а тем, кто меня постоянно критикует за поддержку нынешнего главы государства, я хочу адресовать в свой живой журнал. После пресс-конференции президентской в марте в Сколково я написал достаточно большую жесткую статью. Я не буду цитировать полностью заголовок, но вот если потеряем Медведева, я сейчас это произношу без пафоса, потеряем нечто большее. И не потому, что я как-то ангажированно отношусь к Путину. Просто смена должна происходить. Это нормальное человеческое чувство. Всем спасибо и до 9 вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова